Акин Кустанайской области на заседании регионального совета палаты предпринимателей попросил бизнесменов помочь Акиматам в решении проблем многодетных и малоимущих семей. Особенно в обеспечении их жильем, потому что это один из самых сложных вопросов. Подробности в нашем следующем сюжете. В Кустанайской области сегодня живет 5122 многодетных и малообеспеченных семей. Многие из них нуждаются в помощи. Именно об этом говорили на региональном совете палаты предпринимателей. Местные бизнесмены, согласно озвученным данным, стороне не остаются. К примеру, 10 семям частная компания приобрела квартиры в Кустанай. В Тарановском районе дом, в Карасузском районе. Бизнесмен также подарил две квартиры многодетным семьям. Еще 13 семьями оказана помощь в ремонте домов. Активную социальную позицию заняли предприниматели области в обеспечении многодетных и малообеспеченных семей, необходимым запасом угля и дров, кормов для скота, продуктов питания. Не остались стороны от последних нужд семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. ТО Кустанайская угольная компания, ТО АБЗ+, ТО Агрофирма Диевская, ТО Сулуколь, ПКФА, Хайрат, ТО Алтенцарь, Камастинские районы. Материальную помощь от предпринимателей в итоге получили 1700 семей. Помимо этого, погашенные долги восстановлено предоставление коммунальных услуг 20 семьям на примерно 5 миллионов тенге. Кроме того, индивидуальные предприниматели приобрели продукты питания на 11 миллионов тенге для 760 семей. Это только те данные, которые чиновники смогли собрать. Ведь есть бизнесмены, помогающие, но не озвучивающие свою благотворительность. Хочу я поблагодарить от себя лично, от местных исполнителей органов за поддержку. В большинстве случаев, конечно, здесь у нас крупные хозяйства. Бывает так, какие-то семьи, ТО не входят, но бывает такое, что семьи, конечно, которые неблагополучные, где-то там выпивают. Мы видим, есть состояние домов аварийные, не могут не то, что там отремонтировать, даже гвоздь забить не могут. Социальное ответственность бизнеса, оно за вами и никто его не отменял. Аким области попросил бизнесмена в первую очередь помочь тем, у кого положение совсем плачевное. По словам Архимеда Мухаммедова, 15 многодетных семей в регионе сегодня проживают в дачных массивах. Две семьи во времянках, 10 семей в ветких домах и 361 семья в съемном жилье, а также 35 семей в общежитиях. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. В мае этого года в Кустанае планируется проведение Казахстанско-российского форума молодежи. Об этом сегодня сообщили на очередной сессии областного Маслихата. Также на повестке рассмотрели и другие вопросы, связанные с реализацией молодежной политики в регионе. Какие мероприятия пройдут в год молодежи, расскажут наши корреспонденты. Сегодня в областном Акимате говорили о реализации дорожной карты Ель-Ертене-Болошах-Жастар-Дан-Колунда, в рамках которой проведут 78 мероприятий. Это будет форум, он ожидается с участием главы государства. Этот форум будет при граничных территориях, вот как раз-то российско-казахстанский форум будет. И вот как раз-то тематика предполагается на сегодняшний день, предполагается, что это будет волонтерское движение. Крупные мероприятия с участием молодежи пройдут в Аркалыке, Лисаковске и других районах области. Для их проведения будут выделены дополнительные средства из бюджета. Тем более, что в нашем регионе имеются положительные примеры реализации молодежных проектов. Например, таких как Жаст Проджект. Грантовое финансирование получили 143 проекта, которые реализовали 492 молодых человека. Общая сумма финансирования составила более 230 миллионов тенге. Акимам городов района было дано поручение, чтобы все эти фамилии были взяты под контроль. Вот я скажу просто, один Миногоринский район, там, если не ошибаюсь, 13 или 11 проектов, 11 проектов только победителей были. А там, если по людям посчитать, там около 50, да, если не ошибаюсь, молодых людей, победителей. Пожалуйста, в одном районе 50 человек потенциальные участники бизнес, реализации бизнеса каких-то проектов. О конкурентноспособности молодежи высказалась участница 18-го съезда партии Нур-Отан Гульмира Капенова. Нур-Султан Абишевич Назарбаев в своем выступлении достаточно четкое определение ключевого тезиса года молодежи. Сегодня конкуренция государств сводится к конкуренции конкретных людей. И если мы хотим получить конкурентноспособное государство, мы должны воспитывать конкурентноспособных граждан. В завершении сессии Маслихата говорили о необходимости воспитания новых молодых лидеров в стенах колледжей и вузов. Для этого уже созданы студенческие советы. Алексей Кудрявцев, Болслу Аликенова, РТН. В преддверии Международного женского дня Дворец культуры Мираз собрал самых прекрасных женщин областного центра. Там сегодня прошел праздничный концерт. Со сцены к дамам обратился Аким города Кустанайка и Рад Ахметов. Поздравив их с наступающим праздником, он также вручил некоторым почетные грамоты за вклад в профессию. Подробности в материале наших коллег. Станогина Наталья уже 25 лет посвящает себя любимому делу. Она – школьный учитель математики. Преподавание для нее – настоящая любовь. Она относится к ней преданно и этим заслужила уважение детей и родителей. Накануне 8 марта Наталья Владимировна впервые получает почетную грамоту Акима города за свой нелегкий труд. Волнительно то, что ценят наш труд, то, что Аким города и вообще в городе много говорят об учителях, то, что на этот праздник приглашают нас, наши представители. 8 марта – день весенний. Кажется, что все в мире сейчас начинает меняться, меняется в лучшую сторону. Но не только преподаватели чествовали во Дворце культуры. На сцену пожать руку Акиму города поднимались представительницы самых разных профессий. Это и тренер по волейболу, и специалист отдела ветеринарии, и многие другие. Как и весна, женщины отчитывают собой торжество жизни и красоты, любви и нежности. Именно с вами мы связываем доброту и мудрость, уют и тепло в наших домах. Зал Декамирас был переполнен женской красотой, а на сцене прекрасной половине посвящали свои номера лучшие артисты города. В такой атмосфере многие мужчины, кажется, отошли на второй план, но именно их слова стали для женщин лучшим подарком. У меня 8 марта ассоциируется с обыкновенным женским теплом. Теплом домашнего очага, вкусным обедом, ласковых слов моей мамы. В общем, женщины, опять же, мы возвращаемся к тому, что это самое главное в жизни люди. Для всех женщин, кто пришел сегодня на концерт, праздник уже наступил. И можно с уверенностью сказать, что 8 марта для них пройдет дважды. Сегодня они получали слова благодарности от Акима города. А в календарный праздник каждая из них будет ждать поздравлений от любимых мужчин. Диара Ахмечин, Наталья Басмурзина, РТН. В Кустанае девушки рулят. Сегодня кустанайские автолюбительницы приняли участие в уже традиционном третьем женском автопробеге. Мероприятие приурочили к весеннему празднику 8 марта. Основное условие конкурса – необычное украшение автомобиля. Однако жюри обращало внимание и на знание правил дорожного движения. Наша съемочная группа проехала в колонне праздничных автомобилей. Участница женского автопробега Эйгерим Казанбасова работает архитектором и по работе часто ездит за рулем. К конкурсу девушка подошла творчески. Ее Бэтмобиль и образ, в котором она предстала, невозможно было не заметить. У меня старше вождение три года. Изначально я хотела сделать из машины Венома, но не нашла в Кустанай смывающуюся краску. И решила, что Бэтмен для моей машины очень идеально впишется. Помогли девушке декорировать автомобиль ее коллеги, которые считают Эйгерим дисциплинированным водителем. На дорогах относятся к девушкам очень хорошо. Женщина очень хорошо водит, аккуратнее даже, чем мужчина, я бы сказала. И друг к другу относимся мы очень хорошо. Еще одна участница женского автопробега – преподаватель колледжа Ольга Кухаренко. Ее водительский стаж более трех лет. Она любит находиться за рулем и с трепетом относится к своему автомобилю. Легко может заменить колесо, а в случае необходимости обращается к своему мастеру. Мне помогали мои студенты, студенты Кустанайского индустриально-педагогического колледжа украшать. Потому что весна, скоро тепло. И я такая весенний человек, и они с удовольствием, с радостью всегда помогают. Точка отправки колонны была выбрана площадь перед супермаркетом Астыкжан. Тут царила дружественная атмосфера, участницы знакомились, фотографировались, делали селфи. Помогали организаторам автопробега полицейские, которые на протяжении всего маршрута сопровождали автоколонну. Как сотрудник полиции хочу отметить дисциплинированных женщин на дорогах. За рулем они всегда ответственные, не нарушают ПДД. Старший инспектор капитан Бесенов, как ваше настроение? Супер. Хорошее. Хочу пожелать вам в данный момент удачи, счастливо. Не нарушать скоростной режим. Будьте внимательны. Оставайте такое красивое, счастливое. Участницы автопробега проехали по центральным улицам и финишировали на площадке Кустанай-Плаза, где сотрудники молодежного ресурсного центра подготовили для них концерт и задания на знание правил дорожного движения. Равных не было Айгерим Казанбасовой, которая запомнилась всем своим бэтмобилем. Именно она стала победительницей третьего автопробега «Девушки руля». Алексей Кудрявцев, Болслу Аликенова, РТН. И пока это все новости, больше информации на сайте Алау Ки-Зет. До свидания.